На Харьковском направлении с начала суток продолжаются четыре боя ОТГ «Харьков». Силы обороны Украины продолжают сдерживать российские войска на Харьковском направлении, где противник пытается наступать, но безуспешно. Об этом сообщает «Новости Украина» со ссылкой на пресс-службу АТУ «Харьков». В районе населенного пункта «Глубокое российские войска» проводят замену личного состава на боевых позициях и эвакуационные мероприятия. В Липцах враг пополнил боевые расчеты и провел логистическое обеспечение, но продолжаются случаи невыполнения приказов среди личного состава. Вблизи Старицы фиксируется одиночное перемещение российских военных с целью внутренней ротации на боевых позициях. В Волчанске оккупанты перегруппировывают штурмовые группы, пополняют запасы боеприпасов и медикаментов. Центральную часть города обстреляли из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло три боевых столкновения, враг нанес один авиаудар, использовав две управляемые авиабомбы и один ракетный удар. Оккупанты также совершили 57 атак дронами «Камикадзе» и 449 обстрелов позиций Сил обороны Украины. С начала этих суток продолжаются четыре боевых столкновения в районах Волчанска и Липцов. Ситуация на Харьковском направлении. Российские командиры регулярно используют тактику мясных штурмов на фронте в Украине, бросая в бой солдат без учета потерь. В июне появилась информация, что на границе с Харьковской областью российские кафиры разместили заградительные отряды кадыровцев. Кроме того, командиры РФ угрожают своим солдатам расстрелами за отказ участвовать в наступлении на Харьковском направлении. К тому же спикер АТУ Харьков Виталий Саранцев сообщал, что на Харьковское направление российские захватчики перебрасывают подразделения из Луганской области.